Доброе утро, Ставропольский край. Пора поговорить о новостях региона. Сделаем это вместе на своем ТВ. Итак, вот главная тема. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем с погоды. На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение. Края ждет резкое похолодание уже во второй половине недели. С 21 по 24 ноября в западной части региона прогнозируют сильный ветер до 25 метров в секунду. Температура опустится до 8, местами до 12 градусов ниже нуля. Дневная температура будет варьироваться в диапазоне от минус 3 до плюс 2. Также в четверг и пятницу на Ставрополье ожидается снег и метель. Дороги будут скользкими. Так что будьте внимательны и осторожны. Но подробнее о погоде в конце выпуска, а пока к другим темам. Одной из ключевых тем еженедельной планерки в правительстве края сегодня стала подготовка к зиме. Возможное похолодание точно не застанет регион врасплох. Коммунальное оборудование тщательно протестировали. В котельных ждет своего часа значительный запас мазута – 115 тысяч тонн. С наступлением холодов обычно возрастает риск пожаров. Поэтому губернатор Владимир Владимиров поручил дополнительно проверить газовое оборудование в частных и многоквартирных домах. Рейды стартуют в ближайшее время. Кроме того, в рамках информационной кампании жителям еще раз напомнят о технике безопасности при обращении с газовыми приборами. В целом же коммунальщики уверены, что отопительный сезон пройдет спокойно и без сбоев. Никаких рисков нет в прохождении. В начале отопительного сезона Министерство жилищно-коммунального хозяйства подготовилось. 100% муниципальное образование в прохождении отопительного сезона. В принципе, погодные условия сейчас позволяют комфортно проходить данный период. Также эта планерка запомнится теплым и душевным эпизодом. Владимир Владимиров лично наградил учительницу из Нефтекумска Марию Аксакалову. Она прославилась своим самоотверженным поступком. Увидела, как на детской площадке к играющим мальчикам приближается мужчина с ножом. Нападавший шумел и сыпал угрозами. Тогда педагог отвлекла злоумышленника, переключила внимание на себя, а детям приказала бежать. Подозреваемый сейчас под стражей, глава региона вручил женщине медаль за заслуги перед Ставропольским краем. И пожелал Ставропольским мужчинам равняться на хрупкую, но храбрую учительницу. Впрочем, совсем не обязательно быть героем, чтобы делать добрые дела. Нестандартным образом прошел обеденный перерыв в Александровской районной больнице. Там врачи и медсестры сменили медицинские инструменты на лопаты с саженцами и отправились озеленять территорию. Этот субботник предваряет важное для села событие. Уже в декабре откроется после ремонта здание поликлиники. Внутри пациентов ждет современная отделка, а снаружи новый уютный сквер. Леонид Нечапуренко все изучил и готов поделиться наблюдениями. Прямо здесь лаборатория, это закрыто. Здесь для приема пациентов лаборатория. Вот здесь кабинет фиброгастроскопии. Главный врач Александровской районной больницы Виктория Бухтоярова помнит наизусть расположение кабинетов в отремонтированной поликлинике. Хоть планировка изменилась по сравнению с прошлым вариантом, в здании вообще много перемен. Новые коммуникации, свежая отделка, свет, простор и волшебное чувство скорого новоселья. Вы знаете, такое ощущение, что она стала больше. То есть и светлее, и больше. И я думаю, что сотрудникам будет намного приятнее, конечно, здесь работать. Так же, как и нашим пациентам. Как посещать эту поликлинику. Ожидать, может быть, какие-то 5-10 минут своей очереди на прием к врачу. Кстати, время ожидания после ремонта должны свести к минимуму. Все дело в новой технологии бережливого производства. О ней говорил президент Владимир Путин в послании федеральному собранию. Теперь ее внедряют при поддержке Краевого Минздрава. Строгие стандарты предполагают регистратуру без очередей, продуманную логику приема врачей и удобную, интуитивно понятную навигацию. А к терапевту как пройти? Мне направо или дальше по коридору? А может быть, вообще на лестницу? Вот у пришедших в Александровскую поликлинику точно не должно возникнуть таких вопросов. Здесь обещают сделать удобную навигацию со стрелочками, указателями в рамках внедрения бережливых технологий. Причем сберегать планируют именно время, чтобы пациенты не теряли ни одной лишней минуты. Поликлиника должна открыться в первой половине декабря. В рамках региональной программы ремонта учреждений здравоохранения на работы выделили 88 миллионов рублей из краевого бюджета. Пока пациентов принимают по соседству в здании районной больницы. Люди с пониманием относятся к временным трудностям. Там было, правда, чистенько, но нужен был ремонт. Сейчас сделают ремонт. Все нормально. Конечно, ждем. Все на свои места надо возвращать. Здесь неудобно в больнице. Уже скоро в поликлинике станет удобно, а вокруг нее красиво и уютно. Во дворе уже уложили плитку. Готовятся обустроить парковку и детскую площадку. А зеленого цвета и тени в жаркий день добавят несколько десятков молодых клёнов. Их высадили сами сотрудники учреждения. Ну надо же помочь деревья посадить, чтобы здесь было красиво выглядело. Поэтому это приятно и с полезным. Всегда можно сосчитать. Конечно, чтобы клёны стали большими единистами, придется подождать. Главное, чтобы жители Александровского района не чистили с визитами к врачу и были всегда здоровыми. С пожеланиями не болеть Леонид Нечапуренко и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Ставрополье вышло на четвертое место в России по сбору винограда. Больше ягоды собирает только Краснодарский край, Республика Дагестан и Крым. А вот мы на четвертой позиции. Краевой урожай в 2018 году составил 34 тысячи тонн. А в этом, в 2019, уже 42 тысячи тонн. Ежегодно площадь виноградников в регионе растет более чем на 200 гектаров. И сегодня она составляет 6300 гектаров виноградников. Лидерами по сбору винограда в этом году стали предприятия Буденновского района. Джамиля Ибрагимова о перспективах этой ягоды в регионе. Сочный августин, фиолетовая молдова и даже капризные савиньон и ркацители в этом году поспели на Буденновской земле вовремя. Только в этом крупнейшем хозяйстве региона 650 гектаров винограда. Это примерно 11 тысяч тонн ягод. Для винограда этот год был очень удачным, даже скажу, рекордным за всю историю. И качество винограда получилось великолепным. С урожаем ловко справляются рабочие. Убирают быстро, но бережно и исключительно вручную, чтобы не потерять ни капли драгоценного сока. Потом виноград перерабатывается. Вы наверняка представили себе такую картину. Но нет, процесс этот выглядит куда более прозаично, но от этого не становится менее занимательным. Смотрите, мякоть винограда перерабатывают дробилками и отправляют под пресс, чтобы получить сусло. Потом суслу дадут отстояться. И только после начнется брожение. Перед розливом его тщательно фильтруют, а в финале закупоривают по 6 тысяч бутылок в час. Сухие, полусладкие, красные и белые вина, которые рождаются в этих стенах, отправляются в большое путешествие по стране, в 67 регионов России. А с недавних пор буденовские напитки впервые пересекли границу. Три года назад вышли на экспорт в Китай. И успешно это направление развиваем. Надеемся, нашу продукцию должны будут узнавать не только на территории нашей Российской Федерации, но и за пределами. Ставрополь – родина вкусного винограда. Наши аграрии каждый год убеждают в этом всех тех, кто в это не верит. Объемы виноградников в крае тоже уже не огорчают. В этом году со Ставропольских полей собрали больше 42 тысяч тонн ягоды. Идем на рекорд. Ударники предприятия Буденовского района, Петровского и Благодарненского округов. Сегодня в Ставропольском крае чуть больше 6 тысяч гектар. Из них 5 тысяч плодоносящих виноградников. В этом году с Ставропольским виноградами собрали практически 39 тысяч тонн. На сегодняшний день уборка уже, конечно, закончилась. Каждый год в края закладывают новые виноградники. К тем гектарам, которые уже есть на Ставрополе, в этом году добавят еще 76 гектаров. Сегодня созданы очень благоприятные условия для тех, кто хочет заниматься разведением этой ягоды. Краевой Минсельхоз готов компенсировать виноградарям до 80% затрат. Благодаря и работе, и поддержке губернатора Ставропольского края и министра сельского хозяйства Ситникова Владимира Николаевича, сегодня созданы очень хорошие благоприятные условия поддержки виноградарей по направлению закладка и уходной работы. На этот год у нас предусмотрено 53 миллиона из федерального бюджета, а также 8 миллионов из краевого бюджета. Все это значит только одно – не за горами. Те времена, когда гости, приезжая к нам в край, первым делом будут видеть живописные пейзажи из длинных рядов виноградных плантаций. Джамиля Ибрагимова, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Хотите рассказать о каком-то событии? Сделайте это в WhatsApp или в Телеграме по номеру 928 350 80 70. А у меня на этом все. Смотрите Своё ТВ. До встречи в эфир. Здравствуйте, уважаемые зрители краевой телекомпании Своё ТВ. Пришло время рассказать о погоде на 19 ноября. В Ставрополе ясно и без осадков. Температура днем поднимется до плюс 13. Ночью столбик термометра покажет 2 градуса выше нуля. А в Изобильницком городском округе и Новоалександровском районе до 15 градусов выше нуля днем. Ночью плюс 1. Ясно и без осадков. Жители и гостей Пятигорска и Кисловодска тоже порадует ясная погода. Днем плюс 12. Ночью до нуля градусов и без осадков. В минеральных водах облачно с прояснениями. Днем плюс 9, а ночью небольшие заморозки до 1 градуса со знаком минус. Теперь переходим к восточной территории Ставропольского края. В Ипатово, Арсгире, Дивном, Нефтекумске и Буденновске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура днем до 10 градусов тепла, ночью плюс 2. Холода еще толком не наступили, а вы уже мечтаете о южном отдыхе? Эксперты назвали самые дешевые пляжные направления в начале декабря. Итак, поехали. Продолжает дешеветь зимняя Турция. Восьмидневный тур на двоих можно купить за 48 тысяч рублей. Минимальная стоимость аналогичной путевки всего 31 тысяч рублей. Отправиться вдвоем на Гуа можно, заплатив как минимум 39 тысяч рублей. Средний чек значительно выше – почти 95 тысяч рублей. Приобрести тур стоимостью до 50 тысяч для двух человек на 10 дней можно в Иорданию. От 50 до 100 тысяч рублей – минимальная цена аналогичных путевок в Китай, Вьетнам, Израиль, Индонезию, на Шри-Ланку и Кубу. Минимальная стоимость туров в Доминикану, Мексику, на Мальдивы и Занзибар – 100-150 тысяч рублей. Но зачем куда-то ехать, когда у нас на Ставрополье есть отличный вариант для отдыха? Да, я, конечно же, о курортах Кавказских минеральных вод. Минералка и прогулки по теренкурам полезны в любую погоду, потому что свое родное. На этом о погоде все. Увидимся на Своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова